Всем привет, с вами снова Влад со своими игровыми новостями. Сегодня в свежем выпуске ты узнаешь, что критики остались очень довольны дополнением Shadow of the Etchry для Elden Ring. Также появился намёк на возможный ремастер первой части Resident Evil. Ну а Saber Interactive представили новый хоррор во вселенной Тихого Места и ещё очень много всего интересного. Поэтому, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а я расскажу тебе обо всём подробней. Студия InnerSlat представила захватывающий трейлер, посвящённый долгожданным нововведениям для игроков. Все три уникальных роли уже доступны в игре вместе с последним обновлением 2024.6.18. В специальной статье разработчики подробно описали каждую из трёх новых ролей. Эти роли открывают перед игроками новые горизонты возможностей и позволяют им проявить свои стратегические навыки. Роль шумовик, ноизмейкер, даёт жертве убийство возможность издавать громкий звук на протяжении определённого времени. Кроме того, на экране появляется визуальный индикатор места смерти, что позволяет товарищам быстрее поймать предателя. Следопыт Tracker способен отслеживать местоположение члена команды на карте в течение ограниченного времени. Это помогает выявлять предателей и спасать команду. А призрак Фантом это уникальная роль для предателя, которая позволяет ему временно становиться невидимым. Обновление 2024.6.18 также привносит новые настройки сессий. Обновлённый интерфейс лобби исправляет ряд ошибок в игровом процессе. На Nintendo Direct представили HD-версию легендарного платформера Donkey Kong Country Returns. Обновлённая версия классической игры для Wii выйдет на Nintendo Switch 16 января 2025 года. Игроков ждут 80 захватывающих уровней, включая новые, добавленные версию для 3DS. Проходить игру можно будет вместе с друзьями благодаря локальному кооперативу. Оригинальная Donkey Kong Country Returns была выпущена в 2010 году и разошлась тиражом более 6 миллионов копий. В 2013 году вышла трёхмерная версия Donkey Kong Country Returns 3D для 3DS. А в 2018 году на Nintendo Switch вышел сиквел игры Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ubisoft подтвердила, что в Assassin's Creed Shadows не будет классической возможности, доступной для всех героев предыдущих игр. Персонажи новой части не смогут использовать социальную скрытность в традиционном понимании. Информацию о переработке системы скрытности стало известно из недавнего интервью с Gamefile, после чего журналист запросил дополнительные подробности у Ubisoft. Наличие механики скрытности станет одним из ключевых отличий между двумя играбельными персонажами, Наоа и Ясука. Это различие кажется вполне логичным, ведь высокому чернокожему самураю в полном доспехе трудно смешаться с толпой. Напротив, присутствие Ясука сразу привлекает внимание NPC. Что касается Наоа, то ситуация выглядит иначе. Неигровые персонажи просто не замечают её по умолчанию. Чтобы привлечь их внимание, девушке нужно будет делать что-то явно незаконное или подозрительное. Размахивать оружием, пытаться пролезть через забор или залезть в окно. Игроки восприняли новость без энтузиазма, посчитав автоматизацию социального стелса шагом назад даже по сравнению с компактной Mirage. Релиз игры запланирован на 15 ноября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и устройств iOS. В интернете заметили, что оригинальная Resident Evil 96-го года получила возрастной рейтинг на ПК в Европе. Этот культовый хоррор доступен в компьютерной версии, который не продаётся в Steam и на других платформах. А также в переиздании ремейка Resident Evil HD Remastered 2015 года. Возрастной рейтинг указывает на то, что игра предназначена только для взрослых. В ней присутствуют сцены насилия и изображения кошмарных существ. Пользователи задаются вопросом, почему игре вдруг присвоили такой рейтинг для ПК. Некоторые считают, что Capcom готовит оригинальные игры к выпуску на ПК в Steam. Более смелые предположения говорят о том, что компания может выпустить обновленные версии классических игр. Включая вторую и третью часть. Ранее ходили слухи о том, что Resident Evil может получить ремейк в духе последних частей серии. Однако эта информация была опровергнута надёжным инсайдером. Сам хоррор уже имеет ремейк для GameCube, а также его HD-версию на современных платформах. Однако в обеих версиях используется статичный ракурс, как и в оригинале. Resident Evil считается культовой игрой, которая навсегда изменила подход к жанру хорроров. Именно поэтому она была добавлена во всемирный зал славы видеоигр. Профильные издания высоко оценили дополнение Shadow of the Entry для Elden Ring. Журналисты отмечают, что аддон стал одним из лучших DLC в истории From Software благодаря новым испытаниям и расширению истории оригинала. Оценки у Shadow of the Entry следующие. 94 балла на OpenCritic и 98% рецензентов рекомендуют эту игру. 92 балла на Metacritic для ПК-версии. 95 баллов также на Metacritic, но для версии PS4. Ну а Xbox-версия получила 94 балла. GameSpot отметили, что геймплей Elden Ring стал свежее благодаря новому снаряжению, которое помогает преодолевать сложные испытания аддона. Локации остаются опасными и пугающими, а сюжет аддона отлично дополняет основную историю. Автор Agent считает, что Shadow of the Entry компактен по сравнению с основной Elden Ring и сопоставим со многими полноценными играми. Исследование нового региона похоже на приключения в Междуземье, где карта разделена на несколько районов, доступных с самого начала. Справиться с противниками и боссами помогут механики, работающие только в DLC, а сбор фрагментов в Кадутри увеличивает урон и выживаемость. Журналист GameInformer рассказал, что на изучение земель, теней и Shadow of the Entry можно потратить десятки часов, а вертикальность скрывает подтайные маршруты, где любопытство вознаграждается красивыми пейзажами, сокровищами или битвами. В подземельях снова используется исключительный дизайн From Software, который сохраняет все достоинства оригинальной Elden Ring. Релиз аддона Shadow of the Entry для Elden Ring состоится 21 июня на ПК, PlayStation и Xbox. Издательство Saber Interactive представило захватывающий хоррор от первого лица во вселенной Тихого Места Джона Красински. Под названием A Quiet Place The Road Ahead. Изначально игра была анонсирована еще в 2021 году и должна была выйти в 2022. Однако теперь разработкой проекта занимается студия Storming Games, известная своими предыдущими проектами Dreamers Red, Broken Polesland и Batara Lost Haven. Релиз игры запланирован на этот год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Действия игры разворачиваются в знакомом поклонникам мире, который был атакован опасными чудовищами, реагирующими на любой звук и нападающими на людей. Удорожение монстров привело к серии катастроф и фактически к апокалипсису. Теперь выживающие пытаются скрыться от этих чудовищ. Хоррор предлагает новую историю во вселенной, где молодая девушка сталкивается с различными опасностями и пытается разрешить семейные конфликты. Чтобы выжить, ей приходится использовать различные инструменты и преодолевать препятствия, не издавая при этом ни звука. Судя по трейлеру, игрокам предстоит скрываться от монстров, отвлекать их внимание и избегать шумных предметов. Канал IGN порадовал нас необычным роликом, в котором объявил о скором возрождении нашумевшего пиратского боевика «Приключения Капитана Блада». Самое интересное, что изначально игру считали мертвой. Разработка Капитана Блада началась в 2003 году. Изначально игра должна была выйти на Xbox 360, но по слухам не смогла получить возрастной рейтинг. Однако со временем разработчики нашли решение и выпустили обновленную версию игры, но она все равно считалась устаревшей. Сама же игра Капитан Блада выйдет осенью 2024 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Мы отправимся в 17 век на территорию испанского мейна, где нам предстоит стать лихим пиратом и пройти через множество испытаний. Рукопашные схватки, корабельные бои, абордажи и погоню за золотом и славой. И на этом свежий выпуск вчерашних новостей подошел к концу. Как всегда ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарий, ведь уже совсем скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!